Для девочки отец это солнце. Если нарушена связь была, это скорее всего потом пойдет дальше. То есть связь с мужчинами будет проблемная, понимаете? Или опять же есть шахматка такая, мама, сын, дочь и так далее. Или папа, дочь, сын. Качество, ну 75% считается так, качество. Мальчики перебирают, тут женщины, поэтому если у вас дети, мальчики, так вот качество ваше. Если у вас такие качества были, и связи, и так далее, вы же понимаете, дети это все возьмут. И будет проблема. Это никому не надо. Это то, что называется карма. Но чтобы свою карму поправлять, ну надо понимать, что такое дхарма, дарма. Окей. Три человека мы сделали больше. Я понимаю, что все хотели бы, наверное, да? Но давайте потом. Не знаю, как. Наташа, мы организуем. У меня нет проблем, я могу еще побыть где-то. После окончания. Там очень много желающих. Давайте потом. Потом. Ну я и говорю, потом как-то организуем. Вы знаете... Просто провести, как бы, ну специальную встречу. Давайте. Вы знаете, я люблю подарки делать. Ну получать понятно. Все любят. Как-то я больше люблю делать. Ну по жизни такой. Один элементарно простой. Почему? Ну есть универсальный закон. Универсальный закон гласит. Отдавая мы получаем. Делайте подарки. Отдавайте. Мы получим. Я хочу привести один... Еще у нас мало времени остается. Я хочу привести один пример. Очень показательная вещь. Дело в том, что... Много чего можно еще говорить. Ну вот какие-то такие серьезные вещи. Вы знаете, в те ведические времена считалось о том, что болезни... Ну мы все живем, мы все, так сказать, болеем, к сожалению. Кто-то больше, кто-то меньше. Болезни зависят от характера. И вот если мы пойдем обратным путем, то по характеру можно определить наши потенциальные болезни или действительные болезни. И наоборот. Понимаете, какая вещь. Так вот, допустим, вот я... Это я сегодня... У меня еще вчера температура была, причем не могу вылезти какая-то вот гриппозная. Я редко болею. Почти никогда не болею. Как-то так, организм серьезный. Но вот как-то вот заболел, знаете. И кашель. Вот. И легкие там, бронхи и так далее, трахея. И вы знаете, у меня вчера уехал гость, женщина очень серьезная. Кому будет интересно, пойдите на Сангейтс, Сангейтс-центр. С на конце только, по-английски. Сангейтс. Солнечная ворота, но, значит, Сангейтс-центр на Фейсбуке. Ну, или меня. Меня видно, кто я есть. Майкл Меликов. Можно найти, вы прочитаете. Короче говоря, она к ней приезжает... Она живет на Бали. К ней приезжают люди со всего мира. И она их на ретриты. И она их обучает. Так вот, она мне говорит. Ты понимаешь, какая штука? Вот твой характер... Твой характер... Ты к этому очень восприимчив. Ты хочешь вот чего-то... Знаете, есть поговорка, простите, я эту гость. Догнать человека и причинить ему добро. Не надо ничего причинять человеку. Даже добро. Если он тебя не просит. Так вот, это очень интересный момент. Не надо никого никуда конвертировать. И объяснять, что это здорово для него. Это здорово для вас, если вы получили такой опыт. Здорово для меня. Я приехал туда. Я начал обучаться. Я не гулять туда езжу. И вот я был на Бали, я не гулял. Там это буддийская страна. Вот я оттуда привез вот такие вещи. Вот у меня тут написано, Будда есть Будда. Будда есть Будда. И так далее. То есть эти вещи, которые надо знать. Еще пришел на землю Будда, допустим. Он пришел на землю забрать... Не забрать, а объяснить людям, что вот эти attachment, эти привязки... Мы от этого страдаем. Мы всеми силами хотим доказать, добиться чего-то. А потом не получается. Мы от этого страдаем. И что самое интересное, вот эта вот area, вот это место, вот эта чакра, анахата, сердечная чакра, там же бронхи, там же легкие, там же в области этой чакры. То есть вот это вот всеми силами что-то такое там отдать, показать, доказать, не надо. Причем интересно, ну легко сказать, трудно сделать, знаете как. Поэтому вы должны эти вещи понимать. И на самом деле здесь очень много нюансов. И последнее, что я хочу сказать, буквально вот сколько за оставшееся время. Значит, есть такое в Америке понятие. Называется она, это понятие называется body, mind, spirit. Ну, наверное, кто-то слышал. Тело, дух, душа, да. Ну, что такое body? Body это тело, правильно? Тело должно жить по своим законам. Оно должно быть здоровым, оно должно питаться, оно должно что-то такое действительно хотеть. И оно должно зарабатывать деньги. Вы знаете, я 20 лет нахожусь на бирже, stock market по-английски это называется. Вот я обучаю людей. То есть, если человек, таких людей много. Вот не нашли они свое предназначение. Ну, не повезло им, будем так говорить, или не хотят они, неважно. Знать свою дарму, знать свое предназначение. А также, если они ее уже узнали, они говорят, поздно, что там нам, поздно. Они просто не понимают, что дети-то связаны с нами, внуки связаны с нами. Если мы так думаем, так это все на тонком плане моментально переходит им. Мы не должны быть только о себе любимой и любимым. То есть, встать в зеркало, полюбоваться на себя можно, только проще определить, что все проблемы-то не там, а проблемы-то в нас. Есть inner world, внутренний мир, а есть outer world, внешний мир. Изменяя внутренний мир, мы все это знаем. Легко сказать, трудно понимают, значит, существуют практики. Эти практики надо заниматься. У нас в центре это вроде как происходит, опять же, на ретриты мы ездим. Да и не сомневаюсь, что Наташа с Рустамом все это делает, все здорово, замечательно. Это надо делать, действительно. Так вот, как зарабатывать деньги? Я вот начал как-то и как-то отвлекся. Вот этот вот человек, который мне задал вопрос, на все надо деньги. Ну, я говорю, окей, тогда у меня есть, вот я как-то, ну, по теории, еще раз, рабочая специальность. Ну, мы же учимся пять лет, в Америке это 200 тысяч долларов за четыре года. Средняя стоимость 200 тысяч долларов. Почти пять лет. Потом все это отбивать как-то надо. Короче говоря, из-за чего? Чтобы прийти на работу, а потом уйти с работы. Знаете, вот мой старший сын закончил серьезный колледж, получил два мейджора, два майнера получил, ну, вместе себя, в Японии там учился и так далее. И вы думаете, что на работу не смог устроиться полтора или два года. Всем надо опыт работы. Это не то, что там по распределению, как я там шел. Какое распределение? Детский сад. Первым делом, придя на производство, забудьте то, чему вы учили в институте. Надо опыт работы, а не то, чего там в теории проходили. Младший сын, то же самое, та же самая история. Но он, правда, устроился. Но зачем надо было окончать скалыш, когда его и так взяли? Никто не спрашивает никаких дипломов. То время прошло уже. Никто не спрашивает. Ну, их надо иметь, конечно, было бы. Но это не самое главное, поверьте. Поэтому, если вы хотите тупо, извините, зарабатывать деньги, ну, так вот я 20 лет это делаю. Значит, я анализирую графики, чарты, биржи. Вот. Ну, для чего я это делаю? Это не мое призвание, сами понимаете. Это мое призвание для того, чтобы крутить вот этот вот офис. Он все-таки стоит, по русским меркам, по квадратных метрах, это где-то около 300 квадратных метров. То есть здесь много довольно... Это стоит довольно дорого, на самом деле. И я не всю жизнь этим занимался. Вот 9 лет назад возник этот центр, Сангейтс. А до этого я, ну, как и все тут, как бы бизнесом, да? И риэлторы, и там, брокеры, и... И жена получала 130 тысяч программистов. Но не предназначение это наше, девушки. Я к вам уже обращаюсь, мужчины я не вижу здесь. Не наше это предназначение. Ну, вот так нам... Так мы выбрали путь. Это не значит, всем надо следовать. Мы приехали туда, в Индию. Приехали к известному человеку. Известный врач. Известный потомственный астролог. 25 или больше 50 поколений в семье раздаются врачи. Аюрганические. 20 поколений в семье рождаются астрологи. Представите? Значит, я не имею, он мне говорит, я не имею никаких вариантов и никаких шансов приступить к лечению больного, если я ему не сделаю гороскоп. Это врач говорит, какой гороскоп? Вы подумайте только. Вы приходим к нашему доктору. Чего у тебя болит? Легкие у меня боли. Да он хоть справ... Ну, когда-то русские у меня мама врач. Пожилой очень человек, но как-то врач еще. Ну, мне все советуют. Что надо делать? Хотя теперь я уже больше не советую. Короче говоря, вы представляете, это говорит человек, который сам врач. То есть он делает... И тогда он видит предрасположенность человека. Чего пышится, чего там лечится, когда шансов-то нету на самом деле. Ну, пересидите спокойно, не волнуйся. Будет время, будь пить лекарства, когда надо будет. Для этого эти вещи надо знать. Поэтому обращайтесь к Наташе. Она специалист очень серьезный. И поэтому она вас направит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok